Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Цаифудин. Немножко таких сценариев. Татьяна Салмановна еще пишет сценарии для фильмов. Сценарист, агент 007, бабшука Марфл ведет расследование, кошки-говорящие, дом волшебный и другие. Так что вот, ах, сейчас у меня такое за ланч и тайм. Видео я сейчас загружаю. Немножко сценариев. Так что вот, ах, 30 тысяч рублей мне за электричество нужно платить 15. За электричество, короче, которое включили еще ремонт дома, 15 нет. А 15, вот да, там увеличилось на 15 тысяч. В связи с VIP ремонтом в нашем доме. Вот. Немножко сценариев. Так что вот, сейчас кушаю, сейчас вам все запокажу. Сейчас вам все запокажу. Ох, эти конфетки, лимончики. Ох, эти лимончики. Неугомончики. Лимончики-неугомончики. Так что вот, фруктики. Ох, да. Ох, эти загоранты, фруктики. Видео загружается. Сейчас Татьяна Салмановна вам скажет. Так что вот. Сценарий. Ах, Татьяна Салмановна такой сценарист. Она как вспомнит об этом электричестве. Сейчас Татьяна Салмановна скажет. Ах, ну да. Еще, знаете, у меня какой сценарий есть еще? Нюхач. Это сценарий, фильм Нюхач. На основе, когда к реальным событиям это как-то вот это, ну типа Нюхач-Нюхач. Я фильм такой смотрела. Я вам загружу пару серий. Такой Нюхач. Знаете, вот по запаху мог определить. Вот по запаху мог определить, что это. Что это вообще? Любое беще. Что вообще? Такой супер-супер. Так что вот. Я тоже что-нибудь такое хочу. Типа Кашпировский с этим. А, да. Еще имейте в виду, я некоторые видео снимаю, как 600 секунд. Александр Невзоров отдыхает. Это 600 секунд. Это быстро. Надо все новости быстро сказать. Быстренько. 600 секунд с Татьяной Салмановной Мактурсомой. Только нам как-то не что секунд, а что-то там, минусе 28 минут позитива. Как-то вот так. Потому что улыбаться как-то вчера не очень получилось. Я тренирую еще. Это актерское мастерство тренирую. Так что? По сценариям. Что у нас по сценариям идет? Вот. Ах, да, этот Мессинг. Вольф Мессинг. Ох, ну да. Вольф Мессинг. Который мог вообще вот это вот. Видящий сквозь время. Он видел вообще вот это. Видящий сквозь время. Так что вот. Потому что он говорила, когда он зашел, эти КГБшники хотели, чтобы он обучал вот тем знанием, которым он владеет. Чтобы он обучил спецслужбы. Там спецподразделения, чтобы он во время войны обучил. Так что вот. Группа такая специальная, ФСБшная, там, или как-то, ну, поняли, да, вот это КГБ разведчиков, чтобы он обучил знанием. Так что вот. А когда он вошел к ним в комнату, в этот учебный класс, посмотрел на них, на всех, и вышел. И пошел к начальнику. Я вам загружала этот фильм. Так что вот. И сказал, что он, в принципе, как бы не против, он бы хотел их учить, но он не может их учить. Он не может находиться в этом кабинете, потому что он видел, что они все погибнут очень скоро. И по этим причинам он не может их учить. Вот стоять их учить, когда он видел, что они все погибнут. Он так и сказал. Кстати, это та печаль, которая вот проходила сквозь всю его жизнь. В основном мы какие-то такие вот эти события, видео. Вы поняли, да? Это в фильме очень хорошо показано. Так что, пройдя там, Татьяна Салмана буквально за считанные секунды поняла, что это глава этих афганских террористов, или каких-то глава, очень опасный. Так что вот. За доли секунды я поняла. Так что вот. Ну, где он это не опросится? И насколько он опасен? Так что этот хуяк будет очень долго тушить этот маяк. Если не успеете его полюбить за доли секунды. Обезвредить его можно. Так, посмотрев. И как-то вот так вот, знаете, вот это вот. Он сразу падает в обморок от любви. Он сразу падает в обморок от любви. Куда его девать, непонятно. За голову там пройти, понимаете? Пройти вот это вот. Нет, а потом они очень долго будут пожарнику, пожарную. Почему пожарную машину вот эту гонят? Она с такой лестницей. Они потом еще будут очень долго подгореть пожарной машиной, вот эти лестницы, понимаете, к этому балкону. Еще объяснять, что это вот надо, кого-то спасти. Эти террористы, понимаете, особо опасные преступники. Они еще будут долго пожарникам объяснять. Что там они кого-то хотят спасти. Я вообще удивляюсь, понимаете? Это за бабло, наверное, где-то. За бабло. Так что вот. Я бы хотела еще там это как-то еще матом вырубиться. Ну, в общем, как сценарий. Ну, тут как для сценария пойдет, правда? Шикарно, шикарно, в общем. Сцена там какая-то. Куда-то вставлю я вот это вот. Я так что хотел сказать. Он, наверное, так сам понял, что кашу он мало ел. Правда? Кашу мало ел. Я бы сказала, но YouTube у меня не совсем потянет. Будет вот это вкрутить, вот эту штуку, и проверять они вот это вот кто сказал. Юморит. Кто это юморит? Понимаете? Петросян это юморит? Или кто это юморит? Ну, вообще, они сначала сами там напустят вот этих вот. Все-таки напустят, а потом долго кого-то ловить будут. Вы поняли, да? Еще и говорить, что там что-то там вот такое. Вообще, такое дело вообще? Вам лучше не знать. А то они там вот такое напридумывают, знаете, там вот спасать кого-то надо. Пожар, вот это, там лестница, вот это. А сами, знаете, картину, да? Этим картину из Эрмитажа. Так что вот. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я думаю, а что там эта железная дверь не хлопает? А они ее не закрывают. А она когда не хлопает, они ее не закрывают. И так тихонько прикрывают. Ну что, эти полы, они все, наверное, поняли, я полу-то намыла, они поняли, кто-то там вообще генералистом и так далее. Вот это хуя, что они будут слушать, что они будут слушать, что это очень долго моя. А они что, чтобы я, чтобы я тут хуяк слушала с этими ногами, я так уже с июля месяца ноги лечу. Они хотят, чтобы я вместо них вот этот хуяк на моих ногах, вместо их вот этот маяк слушала, что ли? Пусть сами слушают этот хуяк. Они думали, что кто? Они думали, что позитивчик начался вот этого. Ну, немножко я пошутила со шваброй. Ну, не хочет, что меня это... Ну, да, уборкой занимаю. Ну, просто, Дима, вы сказали, что нужно в прямом эфире как-то развлечь народ, развлечь, что-нибудь такое сказать. Я уж не знаю, я уже и позитивом. Я уже и книжечки позитивные. Я уже и так, я уже и суперпозитивом. Я уж как-то вот это. Ну, ладно, немножко что-нибудь такого, там, мессинка, кошки волшебные. Немножко чего-нибудь, наверное, это как-то вот это вот пойдет. Как вы там говорили, этот ТикТок, эти, как там называют, эти стримы. Дима, какие стримы? Смотрите, я вот тут вот видео, сейчас это видео тоже там, сейчас загружу, почти прямой эфир. Опубликовала мою карточку, Даньков Тиньков, никто ничего, даже ни копейки не перевел на мою карточку. Кстати, за... устроить Норд-Ост в магазине, так что вот, это будет стоить всего состояния вот этого. Потом смотрят, а вообще хуяк, никаких денег нету, были деньги и нету. А за хуяк устроить в магазине Норд-Ост, хотели, хотели. Вот все, это моральная компенсация была. Ну да, эти денег не обнаружено. А они не больше, не меньше, они хотели вот так вот войти вот это вот туда и сказать, что все, короче, все сидели там вот это вот. Прекаться по ушам, вот эту фигню какую-то прогнать. А что, штрабати будут? Ну да, если не на Колыме, так штрабати. А рука не хотели, да. Пусть он дороги строит в Сибири. Дороги, дороги. В России много нужно дорог? Пусть строят там дороги в Сибири. Просто как вы поняли, да? Если все прямом текстом, когда там вообще такое получится, что вот это ховая, поэтому, знаете, давайте давайте к позитивчику, да? Только давайте ближе вот это позитивчик, все такое вот это вот, на супер-ступер, так что это супер, что плохое. Вот это, да, вот это, ну что, понимаете, ну я не знаю, может быть такое видео у нас смотрят, скажут, ааа, квадратский сценарий, ааа, понимаете, вот это вот, да, мы вам там деньги перечислим. Я же смотрела, Дима, все, что мы там показали, это люди, которые играют в какие-то игры по этому интернету, и им присылают вот эти деньги на эти счета, а я в игры не играю. Я придумываю сценарий. Так что вот, бандитский Петербург, бабшука Маркова уйдет в расследование, кошки говорящий, дом волшебный, что там наш еще? Ну вот это вот, я вам уже сказал. У меня так с июля ноги, я в прошлом году, в августе месяце, коронавирус перенесла, так что вот, и вот у меня с июля, с июля вот так болят ноги, так что вот, сейчас лучше стало. Лучше я массажом занимаю, знаете, акупунктура помогает, я каждый день делаю массаж в ступне по 2 часа в день, 2 часа отрочу на массаж, точно акупунктурный. Так что вот, народная медицина. Так что вы, Дима, мне все присылаете, вот этот вот, так, какой-то рэп, такой рэп, я не знаю, какой-то рэп с каким-то матом, с чем-то там, вот это. Это, в общем, ответ вашим рэперам, короче, вот этим каким-то рэперам, они нам что-то, как-то жизнь, как-то вот это, чего-то вот это. Ну и я решила, может быть, им понравится что-нибудь, какой-то вот это, какая-то фигня вот это, фигня. А то там начнешь вот это говорить, читать, ох, вы знаете, нежные прикосновения, прикасаться надо с любовью. К любимому нужно прикасаться с любовью, там еще что-то. Вот эти вот, которые говорят на этих суперматах, вот это вот, у которых вот этот язык матный, они даже не воспринимают, это другая частота у них, передачи, другая частота, это радиопередача совершенно другая. Когда им что-то такое говоришь, прикосновения с любовью, они же это вообще не воспринимают. А они только, знаете, вот это вот, начинают слушать, когда там пару раз ругнешься матом, тогда они включаются. А так они вот это, они вообще мимо ушей это пропускают, и они думают, что, как бы, что это за хуйня была. Так что вот. Я ж там показывала несколько раз такие видео, поэтому, знаете, чтобы научить позитиво, надо их включить, чтобы они слушали. А так они даже вот, начинаешь, или что-то такое, книжка там, знаете, как я, говорю, книжку читаю, у них-то вообще не воспринимается. На их мозг это вообще не воспринимается, это идет вообще мимо, вообще бесполезно. Так что вот, ну что, я уже покушала, ну не знаю, в общем, где сценарий, а как. А, еще вот эта тетя с мопсами, тетя с мопсами, пелен, который с этой книжкой отдыхает, с золотанем, иронический детектив, ах, немножко иронии. Это все было бы ничего, я не стала бы этого вообще ничего говорить, если бы не было сигнала из космоса и так далее. Понимаете, она там, что там, это типа моя сестра или что-то в этом роде, в общем, какая-то фигня такая, я думаю, да это спаси и сохрани. Поэтому ей все сказать, так что вот, так что не надо там, вот, елозить бабушку была, вот. Такую фигню там говорить или думать. Ну что вот, ну ладно. У себя покушала. Ах, а такая она просто оргазмическая. Просто такая супероргазмическая. Ох, это лимончики. Неугомончики.